Вечер добрый! Здравствуйте! Прежде чем начнем наше занятие и знакомство, давайте посмотрим, как работает наша связь обратная. Поставьте, пожалуйста, плюсики те, кто меня хорошо слышит, и пятерочку рядышком те, кто видит слайды. Отлично! Спасибо большое! Итак, давайте знакомиться. Меня зовут Смирнова Ирина. Я занимаюсь благоводством. У меня есть несколько инфопродуктов. И я, собственно говоря, занимаюсь исключительно тем, что разрабатываю и помогаю людям создавать блоги на платформе WordPress. Сегодняшняя тема нашего занятия – это 7 шагов с инструментом InBlock к вашему бренду. Но мы начнем с вами не с этих шагов. Мы начнем с вами с подзаголовка нашего вебинара. Подзаголовок у нас звучит так – «Фундамент вашего успеха». Вот посмотрите, эта фраза, она состоит как бы из двух ключей. Первый ключ, на который мы должны обратить внимание – это ваш успех. Ну, я думаю, что каждый из вас, буквально пришедший сюда, в эту комнату, и каждый из вас, буквально, кто работает в интернет, пытается создать свой интернет-бизнес. Очень часто и очень много слышим о том, что в интернете огромное количество людей. Тут все деньги сейчас лежат. Вот просто приходи, немножко поработай и получи эти деньги. Но я думаю, что многие из вас испытывали следующее. Проходит день, два, недели, месяцы, а у нас или ничего не получается – это вообще, так сказать, худший вариант – или что-то получается, но не с тем результатом, на который мы с вами надеяли. Вот тут надо разобраться, в чем же ваша ошибка, откуда же такой вот, ну, не очень приятный такой процесс, заканчивающийся тем, что мы вкладываем огромное количество сил, а в финале получаем практически ничего. Вот ошибка практически, вот из моего опыта, опыта общения с людьми, заключается в следующем. Человек, пришедший в интернет и желающий создать свой интернет-бизнес, представляет свой интернет-бизнес в виде, почему-то, интернет-магазина. То есть человек понимает, что раз он должен зарабатывать деньги, он должен что-то продавать. И он начинает создавать собственный интернет-магазин. В этом интернет-магазине он выкладывает огромное количество продуктов. Продуктов своей компании, продуктов каких-то со стороны, буквально даже материальные продукты выкладывались. И ждет, когда же придут в этот магазин люди, когда они начнут покупать, и когда он будет в конце концов иметь деньги. Ничего не получается. Тогда, проводя параллель такую с реальной жизнью, человек понимает, нужна реклама. Раз нужна реклама, значит сейчас я буду создавать огромное количество одностраничников. В этих одностраничниках я буду раздавать информацию о том, что у меня есть замечательный интернет-магазин, что у меня есть замечательный продукт, и ко мне придут люди, и я наконец заработаю деньги. Не получается. А я вам скажу, почему не получается. Я наверняка знаю, что вы заходите в свой почтовый ящик и видите огромное количество писем. И в каждом письме практически предлагается какой-то одностраничник. И каждый раз, когда вы проглядываете вот этот список людей, которые к вам приходят, письма от которых к вам приходят, вы ищите и выискиваете знакомые имена, знакомые имена тех людей, которые успешны в интернет-бизнесе. Вот именно на эти имена вы реагируете, а остальные письма вы просто-напросто выбрасываете из своего почтового ящика. Это говорит о чём? Это говорит о том, что успех и даже внимание на ваш одностраничник обращают только тогда, когда вы становитесь известны в интернет. Вот как стать известным в интернет? Что значит стать известным в интернет? А это значит, надо иметь собственный бренд. А собственным брендом у вас будет конкретно, исключительно ваше собственное имя. Так как же выстроить этот интернет-бизнес? С чего начать? Посмотрите, мы сейчас, как с вами говорили, выстроить, строить интернет-бизнес. А строительство начинается всегда с чего? Строительство всегда начинается с фундамента. И вот этот второй ключ нашего подзаголовка – фундамент вашего успеха. Что же является фундаментом вашего успеха для того, чтобы построить интернет-бизнес? Мы с вами прекрасно знаем, что здание будет стоять только тогда хорошо, когда у него очень конкретный, очень продуманный, очень серьёзный фундамент. После этого вы начинаете строить стены, потом вы делаете отделку, возводите крышу и так далее. И только после этого у вас получается дом, от которого вы получаете ключи. Вот абсолютно так же выстраивается в интернет-бизнес. Начинать надо с фундамента. Давайте не будем далеко ходить и смотреть, как же, где же, какой фундамент нам с вами взять. Давайте не будем изобретать велосипед, а сделаем так, как делают люди с опытом. Они просматривают и анализируют работу известных интернет-бизнесменов. Вот перед вами сейчас известные интернет-бизнесмены. Это Евгений Попов, Александр Борисов, Артём Беляйкин, Макс Хигер, Азамат Ушанов. Вот они все работают в разном бизнесе. У всех абсолютно разные ниши. Но их всех объединяет одно. У них у всех есть хороший фундамент. У них у всех есть блоги. Мало того, я хочу вам сказать следующее, что все они начинали с блогов. И вот так как они прочувствовали то, что действительно интернет-бизнес можно построить исключительно на блоге, который поможет им создать бренд, как только они это поняли, они начали продвигаться очень быстрым темпом. Посмотрите, у Азамата Ушанова есть свой блог, на котором он, как эксперт, делится своим инфобизнесом, который он делает с улыбкой. Евгений Смирнов личные тайны онлайн-бизнеса выкладывает на своем блоге. Эти блоги очень такие долгожители блоги. На них очень много интересного. Макс Хигер. Ведь Макс Хигер – это создатель, если кто не знает, смарт-респондера. Но начинал он с блога. И на блоге он выкладывал свои мысли, на блоге он их оттачивал. На блоге у него пришла идея. И потом он начал создавать первый рассылщик в Рунете. Не было рассылщиков в Рунете. Первый рассылщик в Рунете, который появился, это смарт-респондер. И вот создатель его, вот его хедер, его блога – Макс Хигер – блог. А Александр Борисов? Александр Борисов, вы прекрасно его знаете, этого молодого человека. Ему где-то немножечко за 30 сейчас. Александр Борисов, чем он занимался по жизни? Он МЧСовец. Он пожарник, он тушил пожары, он занимался всевозможными такими, ну, серьезной такой работой. Он офицер МЧС. Сейчас он уже ушел с этой работы. Начал он, его привлек интернет. Он начал, создал свой блог. Когда он создавал блог, он набил огромное количество ошибок. Он получил огромный опыт. Он начал этот опыт выкладывать на своем блоге. Сейчас этот человек получает большие деньги за счет своего интернет-бизнеса. Все эти люди продвинули свой успешный интернет-бизнесу благодаря тому, что в фундамент этого интернет-бизнеса они положили блог. И теперь внимание! На этом блоге они показали свою экспертность. Что значит экспертность? Каждый из них владеет какой-то информацией очень серьезной. И эту информацию очень серьезную они здесь на этом блоге выкладывают. А так как эти люди очень хорошо владеют информацией, то буквально любой человек, пришедший в интернет, знает, что надо обратиться на этот блог, и там он получит ответ на свой вопрос. Поэтому каждый блог создал имя своему владельцу. Но давайте посмотрим следующее. А нужен ли нам с вами блог? Вот сейчас, на данный момент. Давайте рассуждать так. Мы с вами привыкли к реальной жизни. Основная масса людей, которые работают у нас сейчас в интернет, достаточно, будем говорить, серьезного возраста. Поэтому люди привыкли жить в реальной жизни, и они с трудом воспринимают некоторые моменты интернета. Поэтому мы с вами сейчас вебинар будем проводить в соответствии с параллелью в реальной жизни. Итак, что такое бизнес в реальной жизни? Бизнес в реальной жизни, даже мы возьмем, если MLM, то это в первую очередь ваши, так сказать, ваши лидерские качества. Вспоминаем. Помните, всегда и везде, во всех компаниях говорят одно. Люди к вам, структуру, идут не на компанию, они идут на вас. И поэтому вы должны выглядеть с иголочки. Вы бизнесмен, у вас замечательная какая-то сумка или какой-то портфель, у вас планшет, вы в хорошем костюме, у вас красивые ботинки, у вас улыбка на лице, вы не сутулитесь, даже такие вещи, да, вы улыбаетесь, и вы очень хорошо говорите. Вы становитесь к доске, вы даете презентацию, люди видят, что да, вы действительно эксперт в этом вопросе. И вы, обратите внимание, опять эксперт в этом вопросе. Точно так же в реальной жизни вы наблюдаете за теми людьми, которые к вам пришли. И выбираете тех людей, которые вам нравятся. Вам, возможно, какой-то человек, ну, вот какой-то взгляд у него не такой, вот что-то не совпало, и вы его себе в структуру не берете. Это в реальной жизни, да. В реальной жизни вас видят, и в реальной жизни вы видите. А что же у нас в виртуальной жизни? А в виртуальной жизни у нас за монитором компьютера мы никого не видим, и нас никто не видит. Что греха таить? Очень часто мы, бывает, работаем за монитором компьютера в каком-нибудь халате, и какие-нибудь там не совсем хорошо выглядящие и так далее. Хотя, в принципе, если вы хотите делать бизнес, даже у монитора надо сидеть с иголочки. Но человек вас не видит, он не видит ваших глаз, он не чувствует в вашей руке, он не знает, как вы одеты, он не знает, что вы такое, кто вы такое. А теперь представьте, появляется ваш одностраничник, и там написан какой-то там Петр Иванов. А кто такой Петр Иванов? Да он близко не знает никакого Петра Иванова. Зачем я пойду туда-то, когда есть одностраничник Азамата Ушанова или Макса Хигера? Значит, этот Петр Иванов просто вычеркивается. Хотя, возможно, Петр Иванов предлагает очень хороший продукт, но его никто не знает. Задача наша с вами проявить себя в интернет, показать, что вы в интернет есть. Как это можно сделать? А это можно сделать только тогда, когда вы создадите свой блог. Блог – это, первое, ваше представительство в интернет – раз. И второе, ваши статьи в интернет, на вашем блоге – это практически вы. Вы выбираете какую-то одну экспертную линию, и по этой экспертной линии работаете. И вы доказываете на своем блоге, своими статьями, что вы эксперт в этом вопросе. В этом только случае будет продвигаться ваш бренд. Только тогда, когда вы станете профессиональным блогером, только тогда в этом случае к вам пойдут люди. Но как создать блог? На чем его создавать? Где брать информацию по созданию блога? И что такое вообще блог? Блог – это интернет-дневник. На этом интернет-дневнике мы с вами выкладываем буквально всю ту информацию, которую мы готовы поделиться с людьми. Как только вы создали блог, вы попадаете в очень интересную сферу, которая называется благосфера. Вы становитесь участником благосферы. А теперь вспоминайте информацию. Какое количество блогов сейчас в интернет? Огромнейшее. И если вы будете сейчас… Они растут буквально каждый день, прибавляется огромное количество блогов. И из этой массы нужно выделиться. Из этой массы нужно выделиться так, чтобы ваша целевая аудитория пошла на ваш блог. Это, я вам скажу, не так просто. Почему? Потому что давайте разберемся, что, собственно говоря, люди ищут в интернет. Вот вы приходите в компьютер, садитесь к поисковику. И что вы в поисковик вводите? Вдумайтесь, любая фраза, какую бы вы ни ввели в поисковик, вы ищете ответ на какой-либо вопрос. Ну давайте посмотрим, например, сегодня вы хотите узнать, какой идет фильм в соседнем кинотеатре. Или узнать расписание электричек. Или узнать, какие программы будут сегодня вот по такому конкретно каналу. Или вы хотите узнать, как сварить борщ. Или как подстричь пуделя. Или как ухаживать за длинношосной кошкой. Это все что такое? Это информация. Люди ищут в интернет информацию. Вот эту информацию нам нужно с вами выложить. Но к вам за информацией придут только в том случае, если вы действительно эксперт в этом вопросе. А если вы будете экспертом в этом вопросе, то тогда ваш блог станет брендовым. Ведь мы на блоге пишем, это личный блог, там, Смирнова Ирина, или это личный блог Вадима Комарова. То есть мы продвигаем свое имя. Для нас наш бренд – это не компания. Это конкретно вы. Конкретно ваша экспертность. И конкретно ваш профессионализм. Итак, мы с вами разобрали, что блог нам нужен. А теперь, почему я должна выбрать инструмент InBlock? Ну, давайте разбираться еще в одном очень серьезном вопросе. В принципе, у нас с вами есть инструменты такие, которые мы можем создавать свой блог. Например, такой инструмент, как WordPress. Но это даже не инструмент, это движок, это платформа. Например, такая платформа, как Joomla. Это специальные такие созданы кодовые движки, которые помогают очень быстро продвигать именно конкретно блоги. Блог – это сайт, отличающийся от остальных сайтов тем, что у него главная страница, она подвижная, она не статичная. Итак, почему же InBlock? Да потому что нам нужно с вами создать бизнес-блог. Мы с вами создаем интернет-бизнес, поэтому и блог должен быть бизнес-блог. А вот теперь посмотрите, вы эксперт в каком-то конкретном вопросе. А для того, чтобы создать блог, вам нужно стать еще экспертом в создании блога. А вам нужно быстро и грамотно создать блог предпринимателя. Для чего? Для продвижения собственного бизнеса в интернет. Посмотрите, вот то, что выделено красным. Блог предпринимателя для продвижения бизнеса. Как нам это быстро сделать? Ну давайте вспомним вот такую вот вещь. Я буду просто буквально говорить на своем примере. Когда-то и я, там, не знаю, сколько лет назад, решила создать свой первый блог. И вот так же, как этот молодой человек, сел у компьютера, вот так вот голову обхватила руками. В то время вообще не было никаких курсов, чтобы можно было где-то что-то узнать. Надо было по крупицам вытаскивать эту всю информацию. У меня началось огромное количество проблем. Проблемы начали сыпаться отовсюду. Я покупала платные продукты. Я покупала бесплатные продукты. Я ходила в библиотеки в реальной жизни. Я искала информацию здесь, где-то в каких-то вот, ну не знаю, где, что, как выискивала. Были какие-то книги для чайников, помните, так далее, вордпресс для чайников и так далее. Много чего было. И вот все это, обложившись этой литературы, искала, искала, но проблем-то не убавлялось. Вот давайте посмотрим, какие проблемы возникают у нас тогда, когда мы с вами собираемся строить блог. Первое, это надо купить хостинг. Вот когда я начинала покупать хостинг, это значит, надо было мне выбрать хостинг, хороший хостинг, надежный хостинг. Это надо было рейтинги все перекопать, это надо было посмотреть сцены, это надо было подумать, как там они работают, какая там служба поддержки и так далее. Вот тогда на то время у меня это ушло практически полнедели, наверное. После этого я поняла, что нужно покупать домен. Этот домен надо каким-то образом создавать так, продумать так, чтобы он был вот действительно такой, как нужно для продвижения вашего блога. Но тогда мне этого никто не подсказал. И я брала домен, делала домен, но лишь бы сделать домен. В финале, когда я сделала домен, когда я его купила, когда я купила хостинг, нужно было устанавливать этот домен на платформу WordPress. Написала в службу поддержки. Не имела понятия, как это надо делать. Написала в службу поддержки. В службу поддержки мне очень корректно ответила. Извините, это не наш вопрос. Смотрите внимательно в инструкциях, там где-то что-то написано. Но там написано таким языком, на то время, для меня непонятным, что я просто не знала, с чего начать-то. И вообще там куча терминов было таких, которые вообще мне не знакомы. Ладно, в конце концов, я раз пробовала, два где-то там какую-то в чекбоксике галочку не поставила, какую-то точку где-то, что-то там где-то не так сделала. В финале один обрыв, второй обрыв, третий обрыв там где-то к утру сделала. Установила. Слава Богу, теперь у меня есть вроде бы домен на WordPress. А теперь мне надо подобрать шаблон. Шаблонов огромное количество. Но тогда я не имела понятия о том, что шаблоны бывают функциональными. Я тогда не имела понятия о том, что с шаблоны бывают бизнес-шаблоны. Для того, чтобы продвигать ваш бизнес. И в финале я копалась долгоупорно. И что я накопала? А я по своей неграмотности просто-напросто нашла красивенький шаблон. Я женщина, я машину так выбираю, мне нужен салон красивенький, остальное меня не волнует. И точно так же я посмотрела, и шаблон должен быть красивенький. И в итоге мне пришлось эти шаблоны менять несколько раз. А потом нужно было установить плагины, которые я тоже не совсем понимала, о чем идет речь. Надо было сначала научиться их устанавливать, надо было их заливать через файзилу, в папку вп-контент и так далее, и тому подобное. Надо было разбираться в хостинге, где что, куда и как. И оказывается, нужны такие даже простые плагины, например, которые переводят вашу ссылку с кириллицы на латиницу. И этого я тоже сначала не сделала. А оказывается, таких плагинов обычно где-то около десяти, и их надо обязательно все установить для начала. Это целая была морока. Почему? Потому что вводишь название плагина, у тебя WordPress выдает этих плагинов, ну, штук двести. И ты не знаешь, с какого начать. В финале ты один ставишь, потом останавливаешь другого плана плагин, а они, оказывается, между собой конфликтуют. И ты смотришь и не понимаешь, почему у тебя расползается блок. После того, как все эти вопросы были решены, я в конце концов поняла, что мне надо монетизировать блок. А чтобы монетизировать блок, нужно устанавливать еще дополнительно плагины. А вот плагины монетизации – это самые противные, можно сказать, плагины. Почему? Потому что они очень сильно внедряются в шаблон, в код шаблона блога, и шаблоны очень часто их просто не принимают. И тогда вы понимаете, что вам необходимо знание кода HTML. На то время знание кода HTML – это вот сейчас я знаю, что это очень простой код, да, я его понимаю. А на то время для меня этот код HTML – это было что-то, знаете, какая-то тайна за семью печатями. Это надо было изучить, это надо было понять, как залезть в редактор шаблона, что там поменять. И по своей, так сказать, неопытности, что-то меняешь, выходишь на блок, а блога нет. Его просто нет. И начинаешь все это возвращать, восстанавливать. И я вам скажу, что этот год, который я делала первый блок, действительно делала первый блок, этот год у меня был… Я только думала о блоге. Я больше ни о чем не думала. У меня в голове крутились только проблемы блога. В дальнейшем выяснилось, что, оказывается, мой блок не продвигается, потому что я не установила никакие плагины для SEO – Search Engine Optimization. Это плагины для того, чтобы они хорошо контактировали с поисковыми системами. Еще одна проблема. А потом, когда я все это установила, выяснилось, что мой блок банят, потому что у меня, оказывается, огромное количество дублей. Что такое дубль? Откуда они взялись? И нужно было изучать техническую оптимизацию. Да, я понимаю, что здесь половина людей уже те, которые все прекрасно знают и которые прошли тот же самый путь, что у меня. Да, я понимаю, что у этих людей сейчас, возможно, уже есть блоги, возможно, там уже какие-то есть такие серьезные моменты, которые трудно решаемы. Сейчас очень серьезные отношения поисковых систем к блогам. И нужно постоянно обращаться, отвлекаться, точнее, от своего интернет-бизнеса и заниматься строительством блога. И иногда на это, вот у моих слушателей, уходит много времени. Им некогда заняться бизнесом. Они занимаются настройкой блога. А время-то идет, бизнес-то стоит, а нужно что-то делать. Вот для этого и поэтому нам нужен инблог. Инблог нужен, вот как я сейчас прочувствовала, двум категориям людей. Первая категория – это те люди, которым некогда изучать строительство блога, вот просто некогда. То есть они технически не подготовлены, они эксперты совсем в других вопросах. Им нужен очень хороший и простой конструктор, который они раз, два, три, и блог у них готов. И вторая категория людей – это бизнесмены, которые очень спешат, им нужно работать в своем бизнесе. А они занимаются строительством блога. Они знают, они умеют, но если есть такой быстрый инструмент, почему им не воспользоваться? Итак, мы поняли, почему же мы берем инблог. А теперь мы с вами возвращаемся к теме нашего вебинара. Тема нашего вебинара, как вы помните, «Семь шагов с инструментом инблог к вашему бренду». Вот чтобы было понятно, что мы за шаги делаем с вами, я построила свой вебинар так. Сначала мы посмотрим реальную жизнь, потом каждый шаг обсудим в нашей виртуальной жизни, касающейся инблога, и потом посмотрим, как это мы выкладываем на курсе. У нас с вами дается не только инструмент, но у нас с вами есть и курс, который поможет буквально все эти вопросы решить. Курс состоит из 16 часов. Восемь часов первый месяц, восемь часов второй месяц. И через два месяца у вас хороший продвинутый блок. Итак, приступаем. Шаг первый. В реальной жизни, для того, чтобы построить свой бизнес, мы что делаем? Мы знаем, мы выбрали какую-то тему этого бизнеса, мы понимаем, что вот я, например, строитель, и мне нужно обязательно заняться строительным бизнесом. Или я врач, и мне нужно стоматолог, только мне нужно сделать свой стоматологический кабинет. Но мы сделаем так. Для того, чтобы нам с вами заняться собственным бизнесом, мы выбираем участок для строительства нашего представительства, или нашего кабинета, или нашего офиса в реальной жизни. Итак, в реальной жизни у нас это участок земли. В виртуальной жизни это хостинг. Каждый участок земли имеет свой адрес. И точно так же, наш блог должен иметь свой домен, свой адрес. То есть вот мы построили с вами, вот мы сделали на первом шаге. Мы купили хостинг и купили домен. Как это выглядит в инблоге? А в инблоге у нас, посмотрите, если мы говорили о хостинге и домене, то сейчас мы говорим, что мы покупаем инструмент инблог и покупаем доменное имя. Все. Вот давайте посмотрим, что мы делаем на нашем курсе. Уходит у нас на это всего одно занятие. У вас затраченное время на эту работу 15-30 минут. Почему 15-30 минут? Да потому что надо все-таки подумать и подобрать хорошее доменное имя. Мы продвигаем с вами блок, мы продвигаем свой бренд, и в этом доменном имени ваш бренд должен звучать. Об этом мы будем говорить подробно на курсе. А вот теперь посмотрите, какой результат у нас после первого занятия. У нас установлено доменное имя на платформу WordPress надежного хостинга. О хостинге мы вообще не говорили сейчас, да? Мы сразу купили доменное имя, и это доменное имя уже каким-то образом установилось на платформу WordPress. То есть вообще никаких проблем. Ни хостинг не надо изучать, не надо думать там ни о каких DNS серверах, не надо вообще решать, каким образом устанавливать на WordPress и так далее. Все. Второй момент. Как только мы купили InBlock, и как только мы купили доменное имя, мы купили с вами профессиональную поддержку техническую службу. Мы купили команду, которая будет все технические вопросы решать за вас. Давайте поговорим о стоимости, раз уж мы говорим купили. У нас сам InBlock стоит 8 долларов в месяц. Это сюда входит хостинг, сюда входит работа службы поддержки. Попробуйте найти себе администратора для блога, чтобы вы могли платить ему всего 8 долларов в месяц, плюс еще сюда обходила сумма хостинга, и чтобы вы, чтобы люди, вот этот администратор полностью выполнял все те вопросы, все те проблемы, менял, решал, которые есть у вас на блоге. Нет такой цены, не бывает такой цены. 50 долларов это лучший вариант, а здесь за 8 долларов вы покупаете все. плюс 10 долларов на год это ваше доменное имя. Но это в любом случае, где бы вы не покупали доменное имя, оно будет стоить именно 10 долларов в год. Ну там плюс-минус полтора-два доллара. Все. Это наш первый шаг. Второй шаг. В реальной жизни мы должны продумать проект. Ведь мы с вами строим здания, чтобы строить здания, мы должны знать, где сколько комнат, сколько этажей, где вход, где выход и так далее и тому подобное. То есть мы должны создать проект нашего представительства. В виртуальной жизни это у нас с вами выбора темы блога. Вот этот вопрос очень больной. Почему? Потому что основная масса людей, которые начинают вести блог, не понимают, о чем его вести. Они начинают буквально засыпать и делать публикации буквально обо всем. Как говорится, такая сборная солянка на блоге. И такой блог ни вас не показывает с хорошей стороны, как эксперта. То есть вы, знаете, как у нас говорил, специалист широкого профиля когда-то в советские времена. То есть этот специалист широкого профиля не специалист ни в каких направлениях. Вот точно так же такой же блог, когда мы с вами такую вот тематику выбираем. Всю, все, ни о чем будем говорить. Поэтому у нас с вами этот вопрос очень серьезный. Мы должны его с вами решить. И второй момент. Мы должны с вами выбрать шаблон. Значит, смотрите, у нас на инблоге 30 шаблонов. Но я хочу вам сказать следующее. Всего 30 шаблонов, как мы с вами считаем. Если вы начинаете создавать проект, например, в реальной жизни и строить свое какое-то здание, и вы создаете собственный проект, вы платите бешеные деньги за то, чтобы вам этот проект создали по вашему, так сказать, ну, по вашим желаниям. Но существуют типовые проекты. И эти типовые проекты очень всегда отработаны большими институтами. Вот точно так же шаблоны, вот эти, не просто шаблоны, а бизнес-шаблоны. Вот эти шаблоны, они очень хорошо уже продуманы для продвижения интернет-бизнеса. Поэтому вам предлагается 30 типовых шаблонов. Итак, что это за шаг у нас на нашем курсе? Это определение собственной экспертности на этом шаге мы делаем. То есть мы подбираем тематику блога и подбираем функциональный шаблон. Вот здесь у нас два занятия и затраченное время одна неделя. Но это я слукавила, что одна неделя. Почему? Потому что наверняка это будет больше. То есть вы будете без сна думать о том, какую выбрать тематику. Вы будете без сна мучиться в своих экспертностях, потому что опыт у вас огромный. И пока вы перепишете все эти экспертности, пока вы продумаете по какой теме вам делать блог, это займет достаточно много времени. Поэтому я и пишу, что это целая неделя. И плюс еще к этому вы будете в этих 30 шаблонах копаться не один день, потому что каждый буквально из нас хочет иметь очень хороший функциональный бизнес-шаблон. Что мы получаем в результате? Четко подобранную тематику блога в соответствии с вашей экспертностью и подобранный функциональный бизнес-шаблон. Я вам скажу, это немало. Третий шаг. Строим здание. В этом здании должны быть водопровод, электричество, телефон, интернет, канализация, отопление и так далее. То есть коммуникации. Без коммуникации наш дом пустой дом. Без горячей воды мы жить уже не можем. Правда? Вот то же самое на блоге являются плагины. То есть на третьем шаге мы настраиваем плагины блога. Но как мы их настраиваем? Это одно удовольствие, которое заключается в том, что 10 обязательных плагинов уже встроено. Никто, не надо где-то их искать, не надо мучиться, не надо их заливать, не надо их там настраивать. Половина плагинов уже настроена, если идет общая настройка. Значит, осталось только малость. Ознакомиться с этими плагинами и, так сказать, дать команде вашей технической поддержки, та, которая есть у вашего блога, дать команду по поводу того, что вот объедините меня вот с этим и вот соедините меня вот с тем и дать некоторые адреса. Вот посмотрите, количество занятий будет 4, затраченное время 2 недели. Но за эти 2 недели первое, это в результате вы получаете настроенный внешний вид блога, то есть вот эти мучения по настройке фона, хедера, то есть мы же хотим, чтобы наш блок был уникальный, чтобы наш блок отличался от всех остальных. Основная масса как-то выбирает однотипные шаблоны, потому что самые удобные, естественно, выбирают шаблоны, но они все различаются, различаются почему-то, потому что и хедер другой, и внешний вид, и фон, и так далее, и февикон, все мы набираем другое. Вот за эти 2 недели вы будете постоянно менять фон, это уже вот из моего опыта, вы будете постоянно работать с хедером. Итак, здесь вас тут же уже есть ссылка на Граватар, не надо никуда заходить, не надо нигде мучиться, вы заходите по ссылке внутри админки блога, заходите на Граватар, регистрируетесь, вы регистрируете ленту РСС, причем установлен даже плагин, который снимает ошибки. Вы осваиваете, настраиваете связь с социальными сетями, настройка идет ну просто легко, открываете свой аккаунт в Твиттере, открываете свой аккаунт в Фейсбуке, берете ссылку со своей главной страницы, вставляете в окошечко, все, ваш блог объединился с Твиттером. Не надо никаких плагинов искать, все абсолютно есть. И вы за это время делаете карту сайта своего блога. Мы все это подробно будем с вами разбирать, все пошагово будем строить. Итак, это третий шаг. Четвертый шаг. Все мы сделали, у нас замечательное, ну будем говорить, производство, у нас замечательный офис, у нас замечательные работники, все у нас есть, но мы должны сесть с администрацией, да, это я про реальную жизнь говорю, и спланировать наш рабочий процесс. Где мы будем брать сырье, откуда и как мы будем его поставлять, какими машинами будем завозить, где и как мы будем производить, куда мы будем складировать, кто будет за что отвечать и так далее. Это в реальной жизни. Что происходит на имблоге? А на имблоге вы настраиваете свой рабочий процесс, получаете навыки в публикациях статей и страниц на блоге. То есть здесь тот же самый рабочий процесс, который должен быть у вас в пальцах, который разбирается очень подробно и который должен быть грамотным. Вот смотрите. Значит, у нас на это уходит 4 часа, то есть 2 недели. Полученные знания какие? Мы полностью разбираем опцию публикации страницы, публикации записи. Мы разбираем такие сложные понятия, как рубрика, метка, ключевое слово. Мы создаем и понимаем, зачем нам уникальный рисунок. Мы создаем и понимаем уникальные посты. Зачем нам такой уникальный пост нужен? Мы знаем, какой вид публикации самый предпочтительный в начале создания нашего блога. И посмотрите, что за это время мы создаем. Мы публикуем страницу об авторе и мы готовим уже первые публикации на блоге. Это начало второго месяца. Да, я тоже начинала публиковать свои статьи, но я их делала с огромными ошибками. А здесь мы с вами пойдем очень грамотно, очень точно по последним сведениям в SEO продвижения нашего блога. Итак, это четвертый шаг. Пятый шаг. На пятом шаге у нас идут маркетинговые исследования. Ведь наши продукты, которые мы создали в реальной жизни, нам нужно куда-то отдавать, кому-то передавать, кому-то продавать. Для того, чтобы понять, кому, мы должны провести маркетинговые исследования. Мы должны понять свою целевую аудиторию, мы должны понять, где мы должны поставить рекламу, мы должны понять, где у нас будут стоять ларьки для продажи, а где у нас будут магазины построены, и в какие магазины мы будем отдавать эти продукты. Итак, это у нас идет информация в реальной жизни. Что мы делаем на инблоге? А на инблоге этот процесс называется тоже маркетингом, маркетинг, но только называется он продвижение блога. Мы продвигаем блог. Как и что мы делаем? Количество занятий у нас три, полторы недели. За полторы недели мы с вами создаем семантическое ядро блога грамотно, так, чтобы этот блок у нас пошел буквально сразу сходу вперед. мы получаем первые знания по SEO, по оптимизации нашего блога. Мы получаем настроенный SEO плагин и учимся с ним работать. Мы оптимизируем запись так, чтобы поисковая система ее принимала и говорила, боже мой, как же ты вкусно готовишь записи. Я с удовольствием эти записи буду приходить, у тебя забирать, там есть такое понятие корм, скармливать поисковой системе. Мы готовим вкусное блюдо с голубой каевочкой, отдаем поисковой системе, и поисковая система расхваливает нас на все лады по всему интернету. Вот это мы с вами должны сделать за эти три часа. Мы должны изучить, что такое внутренняя перелинковка и должны понять, как мы должны оптимизировать рисунок. Вот три часа за полторы недели мы получаем эти знания. Шестой шаг. Шестой шаг такой. Мы все знаем, где, что и как делать. Мы знаем, где нам вывешивают рекламу, а теперь наша задача вывесить эту рекламу. То есть не только понять, где у нас эта реклама должна висеть, но мы должны ее и сделать эту рекламу. Поэтому здесь работает менеджер по рекламе. Но мы с вами, как говорится, и швец, и жнец, и на игре дудец все в одном лице. Поэтому мы с вами рекламщики, и я вам скажу очень хорошую новость, что в этих шаблонах, которые нам предлагаются, уже все места для вашей рекламы продуманы. Они все готовы. Ваша задача только эту рекламу вывесить. Итак, на шестом шаге мы настраиваем блок под продажей продукта. Иначе говоря, монетизируем блок. Это мы делаем, будем говорить, авансом. Обучаемся этому и, возможно, даже не сразу вывешиваем. Почему? Потому что нам нужно немножко себя проявить в интернет. Но знания мы эти должны получить. И получаем мы их всего за одно занятие. Вот вы представьте, если нам понадобилось бы поставить плагины по монетизации, сколько бы это времени ушло. А здесь у нас всего одно занятие и уйдет у нас на это всего один-два часа. Почему? Да потому что у нас есть настроенные слайды на блоге, слайдеры, и мы эти слайдеры очень быстро вывесим. У нас есть настроенные баннеры в результате. И самое главное, мы учимся завязывать наш блок с теми ресурсами, которые готовы продвигать наши продукты, которые готовы говорить о нашем блоге, которые готовы продвигать наш бренд. Это шестой шаг. И последний, седьмой шаг. Мы все сделали, но наша задача с вами анализировать нашу работу. А может мы так все сделали, что идем в никуда, а может мы к той целевой аудитории идем. И вот этот анализ работы или аналитика, она есть как в реальной жизни, так и в виртуальной жизни. Нам нужно провести аналитику продвижения блога. У нас на это уходит всего одно занятие. Почему? Да потому что нам не нужно лезть со счетчиками ни в какие шаблоны. У нас есть окошечки, мы в это окошечко поставим счетчик, и он у нас будет работать. У нас все для этого создано. Если у нас будут какие-то проблемы, нам помогает наша команда технической поддержки. И на этом занятии мы получаем первые навыки аналитики продвижения блога. То есть мы с вами пусть это будут первые пока навыки, впоследствии вы где-то еще научитесь или придете на наши курсы, где мы будем это изучать. Это не важно, но вот мы получим с вами те базовые основы, которые нам помогут понять туда ли движется наш блог. Ну а теперь это последний седьмой шаг. А теперь давайте подведем итог. Помните эту табличку, которую я вам рассказывала с надрывом в голосе, как я мучилась по поводу создания своего первого блога. Посмотрите, 10 пунктов. С правой стороны тоже 10 пунктов. И рядом с этими пунктами стоят минусы, минусы, плюсы и плюсы. Вот давайте подведем итог. С левой стороны это то, что вам нужно сделать для того, чтобы создать блог. С правой стороны это то, что нужно вам сделать, если вы будете работать с ин-блогом. Из 10 пунктов 7 пунктов просто в минусе. Вам вообще ничего не надо с этим вопросом делать. Вам вообще это не надо изучать. За вас все сделают. Итак, здесь у нас остается только покупка домена. Но здесь никуда не денешься, потому что вы должны сами придумать этот домен и заплатить за него деньги. Второй пункт это подбор функционального бизнес-шаблона. Посмотрите, я здесь поставила и минус и плюс. Почему? Потому что не надо искать по всему интернету. Вам уже готовенькое дано все на блюдечке. Вы просто выбираете свой бизнес-шаблон и настраиваете его. То есть надо будет поработать с шаблоном, украсить его, сделать так, чтобы он отличался от остальных. И девятый пункт. Установка и настройка плагинов для SEO. Опять минус-плюс. Устанавливать не надо. Нам нужно только настроить. Как видите, проблемы резко снижаются. Плюс еще к тому, что мы с вами это будем делать, ну, так сказать, не в одиночестве вы это будете делать, а это мы будем делать с вами на курсе. Поэтому здесь особых проблем ни у кого не будет. Да, сейчас идет первый курс. Здесь этот первый курс просто обязан был, будем говорить так, отшлифовать этот инструмент. Поэтому здесь, конечно, когда массово работают на инструменте первый раз, то, естественно, выползают какие-то недочеты. Но служба технической поддержки совместно с нашими пожеланиями очень серьезно работает. Я надеюсь, что в следующий курс, когда вы уже будете покупать InBlock, у вас уже никаких шероховатостей не будет. Но я вам сказала не все преимущества InBlock. Я хочу вам показать следующее. Вот посмотрите, те, у кого есть блок на WordPress или еще где-либо, посмотрите, вы знаете свой виртуальный визуальный редактор, страниц и визуальный редактор этих записей. Вот посмотрите, обычно в визуальном редакторе у нас с вами вот такие вот 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 такого плана вот вот я не очень красиво начертила, но вот он вот такого плана у вас визуальный редактор. Меню. Две строчки. А теперь посмотрите, что мы здесь видим. Вот кнопочка. Эта кнопочка нигде нет в WordPress. Ее это кнопочка специально установлена для бизнес-блога. посмотрите, легко и просто вы можете здесь сделать внутри статьи, внутри страницы вы можете сделать капчу. То есть открытую или закрытую информацию. Вот еще цветные кнопочки. Посмотрите, зелененькая, красненькая, синенькая. Это кнопочки, которые очень быстро выделяют ваш текст в том тоне, который вы посчитаете. На фоне на определенном. Вот посмотрите, какие кнопочки. Это кнопочки замечательные. Это кнопки, которые переводят вас буквально за одну секунду, помогают вам установить кнопку внутри статьи. На WordPress это сделать непросто. Для этого нужно установить плагин. Значит, вот эту кнопку вы просто вводите URL, куда вы отправляете человека, например, в какой-то свой интернет-магазин, и просто пишите, что вы хотите на этой кнопке, чтобы у вас было написано. Какая она будет, какого цвета выберите, и выберите, каким большая она будет у вас или маленькая. Теперь посмотрите, вот еще это кнопка, которая дает вам возможность создать слайдер внутри записи. Перелистывать. Нажать на одну, несколько таких, как в блокноте, несколько таких закладочек. Нажимаете на закладочку, у вас появляется одна запись, следующая запись, следующая запись. Вы этим привлекаете своего клиента, акцентируете внимание, то есть замечательные вот эти кнопочки. И вот еще одна кнопочка, которую я сначала засомневалась, думаю, зачем нам эта кнопка нужна, этот аватар. А оказывается нужна. Если у кого-то есть блок на WordPress, вы знаете, что там заполняется такое поле, где у вас расписано, что вы интернет-предприниматель, такой-то, такой-то, и там ваш граватар висит. Вот это поле, оно на всех записях у вас одинаковое. А вот здесь вы можете под каждой записью сделать свое какое-то высказывание, свою какую-то мысль. И это очень и очень удобно. А теперь посмотрите, вот она третья строка. Эта третья строка, я здесь не все кнопочки поставила, те, которые я могу поставить. Но обратите внимание, что на WordPress у вас, чтобы установить какого-то вида определенный шрифт, это очень и очень сложно сделать. А здесь вам предлагается семейство шрифтов определенных, и вы можете изменить дополнительные кнопочки, это работа с видео, работа с рисунком, с таблицами и так далее. То есть мы говорим о том, что наш с вами визуальный редактор дополняется еще для продвижения вашего бизнеса дополнительными ресурсами. А теперь внимание. Вспоминайте, если вы когда-то вели блог на WordPress, у меня даже на моем блоге на рыжем есть несколько статей. Каким образом установить по центру, в центре форму подписки. А здесь у нас с вами есть кнопка, которая просто помогает нам установить форму подписки с Инталь. То есть замечательные вот это вот возможности. Смотрим дальше. А теперь посмотрите, не убрались мои эти, да. Теперь посмотрите, это наши виджеты. Посмотрите, что мы в виджетах можем сделать. Мы можем в виджетах установить за 3 секунды форму от Get Responder Response Web Form. Мы можем установить от Smart Responder очень быстро. И посмотрите, мы можем установить форму от InTouch. То есть дополнительные возможности очень большие. Ну и теперь я хочу показать вам те слайдеры, которые у нас есть, которые вы можете показать, можете убрать. Посмотрите, вот такой слайдер, очень удобный, я его выбрала, мне он очень нравится. Во-первых, его очень просто заполнять, ну просто замечательный слайдер. Я практически такого шаблона еще с таким слайдером или такого плагина не встречала. То есть вот этот замечательный бизнес-шаблон, который дает вам возможность буквально постоянно менять продукты. Вы вот здесь вывешиваете свои продукты и продаете их очень быстро. Или вот такой слайдер, посмотрите, вот такой большой слайдер и выход на подробнее. Теперь смотрите, что еще может быть. Вы можете на главной странице создать какое-то приветствие и даже создать кнопку, которая выведет на определенную страницу с товарами и ценами. У нас же бизнес-блог. Теперь посмотрите, информационные продукты, вот я себе здесь повесила, вы можете повесить любые продукты. И опять же, они активны, и когда вы кликаете на эти продукты, человек уходит туда, куда вам надо. И это все уже встроено. Не надо ломать голову, не надо ничего искать. Ну, а теперь посмотрите, еще один момент. Есть блоги у нас, шаблоны блогов такие, где вы прямо можете вот так красиво продавать свои продукты. Я вот сделала только одну такую клавишу, ну, например, на свой инфопродукт первые шаги. То есть это тоже легко и просто все заполняется. Ну, а теперь посмотрите, вот я просто вам сейчас на вскидку, потому что времени очень много, показывают те блоги, которые уже созданы у нас новичками. поэтому я надеюсь очень, что я смогла показать вам, насколько удобен, насколько доступен для инфобизнесмена, для того человека, который продвигает свой интернет-бизнес в интернете, для того, чтобы вы очень быстро, не теряя времени, не заморачивались на какие технические какие-то разработки, чтобы вы могли эти вопросы все решать. А теперь я хочу вам сказать следующее. Вы же все интернет-бизнесмены. А раз вы бизнесмены, значит, вы должны понимать, что этот инструмент еще можно и продать и заработать даже на этом деньги. Но я не очень буду говорить владею этим вопросом, поэтому я хочу передать слово Вадиму Комарову. А вы знаете, что вот тут как раз у нас с вами вот итог Вадим Комаров, это итог того, о чем мы сейчас с вами говорили. У него бренд, он эксперт по зарабатыванию денег в интернет, а мы с вами говорили о том, что нам нужно общаться с экспертами, с теми людьми, у которых бренд звучит. Поэтому я с удовольствием передаю слово Вадиму. Пожалуйста, Вадим. Вадим.